Восемь лет спустя Кинишима снова принимает круизные теплоходы. Георгий Жуков уже четвертое судно, причалившее в этом году к берегам Волжского города. На теплоходе из Москвы прибыли около 300 туристов. Этих долгожданных гостей встретил лично Станислав Воскресенский. Специально для этого губернатор приехал в Кинишиму, когда не было еще и восьми. Город купцов и фабрикантов. Места, где прогуливали с Рахманинов и Островский. Кинишима хороша сама по себе и действительно достойна внимания туристов. Шумно и весело обещают встречать все теплоходы в этом году. Очень интересно посмотреть, познакомиться с вашим городком, очень интересно. Не были еще здесь? Нет, нет. Поэтому очень, очень первое впечатление очень хорошее. Да еще так встречают. Впечатление великолепное. Утро хорошее. Встречают великолепно. Нам пока все нравится. Все ждали такую встречу? Нет. Все здорово. Успели даже потанцевать. Многие так встречают. Да, вот чебоксары всегда встречают танцы. Да, чебоксары вообще каждый раз. А вы молодцы. У вас же только открыли сейчас пристань. Я у вас была, но на автобусных экскурсиях. А вот первый раз на корабле. Станислав Воскресенский смотрел инфраструктуру набережной. В преддверии туристического сезона была заменена система освещения причальной стенки. Благоустроена прилегающая территория. В торговом центре Речной открыты лавки с сувенирами и народными промыслами. Гостей встречают экскурсоводы. Они готовы проводить туристов по историческому центру. Путешественники с Георгием Жуковым этой возможностью воспользовались. Стоянка их теплохода длится три часа. А значит, времени, чтобы посетить местные достопримечательности, вполне достаточно. В этом году по Волге в Кенишму прибудет порядка 10 тысяч туристов. 8 судоходных компаний дали свое согласие посетить этот город. 25 судозаходов запланировала крупная компания «Водоход». Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова, Кенишма.